Приветствую тебя! Это обзор от Mob.ua и с вами я, Трэш. Гость сегодняшней программы не претендует на место лучшей игры на твоём устройстве, но обладает неким шармом, позволяющим ей выделяться среди толпы своих братьев-гладиаторов. Речь идёт об игре Rage of the Gladiator, разработанной небезызвестной компанией GameLine Studio. Сюжет незамысловат. Главный герой Гракиус идёт по пути к пьедесталу победы. Так что же в ней такого, что она не даёт пройти мимо при наличии более серьёзных конкурентов в этом жанре? Для этого стоит обратить внимание на её отличия. Первое, что ты видишь, это вид от первого, а не от третьего лица, что придаёт игре больше динамики и ощущения присутствия. Второе, на что обращаешь внимание, это графика. Она выглядит приятно. Хорошо проделанные модели с обилием полигонов и деталей. Текстуры на персонажах почти отсутствуют, за счёт чего она не грузит аппарат и выглядит слегка мультипликационно, что пошло и на пользу, учитывая общее настроение игры. А это уже третье, что бросается в глаза. Выпученные глаза и вывалившиеся языки от ударов не перестают забавлять, а подача сюжета держит тебя в этом настроении до конца игры. К примеру, бой состоит из трёх поединков, в каждом из которых противник находит в себе новые силы для сражения, либо неоднократно взывает к богам, дабы они наделили их мощью. Так вот, некоторых из врагов боги покидают прямо на поле боя, либо жёстко троллят их тебе на потеху. Геймплей прост и хорошо знаком. Проведи вверх-вниз по экрану для нанесения соответствующего удара и в правой-левой части экрана для уклонения. После удачного уворота или блока можно, как обычно, выполнить комбо, а в момент удара произвести контратаку. Ещё есть кнопки блока, прыжка, пополнение жизни и маны. Но азарт в игру привносит скорее не геймплей, а разнообразие врагов, их особые повадки, раскрывающиеся способности и слабые места, за счёт которых каждое сражение будет всё сложнее и интереснее. За полученные очки в бою ты будешь прокачивать силу оружия, магии и брони. Так что с управлением проблем не возникнет. Да и не игравшие в данный жанр не смогут пройти мимо первого уровня обучения с избиением бедного монаха, которому это ещё и в кайф. Игра нетребовательна к донату и позволит тебе сполна насладиться потраченным на неё временем. Итак, взвесим данный продукт. Плюсы игры в её простом управлении, в интересных противниках, азартной подаче, нетребовательности к донату и хорошей оптимизации. На мой взгляд, она не заслужила минусов, так как и не претендует на место дорогой масштабной игры и ни с кем ни за что не соревнуется. А всё благодаря правильному выбору в плане реализации. В общем, если ты уже давно знаешь и полюбил данный жанр, Rage of the Gladiator без сомнения подарит тебе много удовольствия и хорошее времяпровождение. А если не знаком, это отличный старт для тебя. Так что советую всем и без исключения. Вот и всё, что я так хотел тебе рассказать. Если тебе понравилось, становись на путь Гладиатора, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok